Интенсивно идут работы по инженерным сетям. Добавлена техника, вы это все видели. Вот идет работа по благоустройству, нарушенная газона, тротуара, все то, что было связано с прокладкой теплотрассы. На внешних площадках по территории Технополиса. Это уже работа по благоустройству. Вот такая динамика стала возможна благодаря поступлению инвестиционных средств, благодаря проведенной лотереи, акции. Такая динамика пошла. То, что я неоднократно говорил, что эти работы напрямую связаны, их интенсивность напрямую связана с интенсивностью поступления средств. Но, помимо этого, у нас есть еще процедуры, о которых мы вскоре сговорили раньше, сейчас мы их не вспоминаем. Они связаны с документальным оформлением, то, что мы с вами строим. Вот у меня есть такие документы, бумаги. Они будут размещены, наверное, в личных кабинетах, на ресурсах Solar Group, может быть. Ну, на сайте у нас вряд ли стоит это делать. Это вот практика, да, вот практика, собрана статистика, которая говорит о том, сколько же времени уходит на процедуру. Фактический срок оформления от момента получения разрешения на землю до разрешения государственной регистрации – срок 725 дней. Это вот административные все вопросы решения – 725. Но Технополис и Департамент инвестиционной и промышленной политики предпринимают меры по сокращению этих сроков. И был разработан зеленый коридор для создания промышленного объекта, так называемого. Мы включены в этот зеленый коридор, и целевой срок по этому коридору должен составлять 352 дня. Оформление всех решений, разрешений и прочее. Минус 373 дня. Вот эта процедура. Ну, это у вас будет, ребята с Solar Group должны будут сделать. И вот здесь вот решение об оптимизационных вопросах, вот сокращение, вот такая будет табличка, что на сколько сократится. Вот, и в результате, в результате появляется вот такой вот графичек. Ну, это то, что, я бы сказал, сетевой график. А сейчас, говорят, это как? Дорожная карта. Электрический. Для каждого, сетевой, карта, да? На самом деле, это сетевой график. И вот все вот это, все эти дни, это за исключением времени, необходимого на строительство. Вот такой вот график, он тоже будет опубликован. Вот, все этапы, фактические этапы, которые надо проходить всем, кто решит реализовывать подобные проекты. Вот первый этап, это получение семейного участка. Второй, это предварительная подготовка. Третий, разработка проектной документации. Четвертый, подготовка к строительству. Пятый, строительно-монтажные работы. Шестое, завершение строительно-монтажных работ. Седьмой, ввод в эксплуатацию. Причем, завершение объекта строительства, ЗОС. Это мы построили с вами коробку. После этого, после этого, это завершение строительных работ. Разрешение на ввод в эксплуатацию. Вот на этом этапе, когда все это построено, что происходит? Это монтаж оборудования технологического, настройка, наладка, расселение, размещение. Собственно говоря, оборудование, оборудование рабочих кабинетов. И только после этого получаем ввод в эксплуатацию. А потом же там, ну там наладка, отладка, ясно, понятно. Но если мы строго двигаемся по этому плану, то у нас седьмой этап, он затягивается. Потому что вот, как только переселили лабораторию, когда это было зимой, еще до сих пор не доделали. Да. Съехать, это неделя перевести. А вот отладить, настроить, собрать все это дело уже с учетом новых реальных, три месяца. Как минимум. Поэтому мы стараемся шестой, седьмой этап, пятый, шестой, седьмой совместить. Поэтому в тех помещениях, где можно уже размещать технологическое оборудование, мы его размещаем. С учетом того, что основное технологическое оборудование, не инженерное, а технологическое. Наладить и отстроить можем только мы сами. Поэтому мы эти работы выполняем. И, насколько вы видели в кадрах, таких помещений все больше, больше и больше становится. Поэтому все делается поэтапно. Вот с этим, я надеюсь, всем понятно, все изучите. И от иллюзий можно будет перейти к реалиям. Потому что у многих достаточно абстрактное представление, как это выглядит. Потому что мы то и рассказывали, говорили. Но общей картины не было. А когда посмотришь на масштабы всего этого дела, сколько это требует энергии, силы, становится понятно, что для того, чтобы добраться до стройки, нужно время. Поэтому, когда нам говорят, что вот, вы столько лет делаете, ну, 700 с лишним дней, это два года, да? Только разрешительная система. При условии того, сколько еще времени понадобилось для того, чтобы стать резидентами особо экономической зоны? Это тоже потребовалось. И это же без учета времени, потребовавшееся на разработку проекта самого, экономической модели, бизнес-плана, сетевой график, то, что называют дорожной картой. Что-то, какой-то бред это. То точно так же, как можно сказать, что... И что-то, как можно сказать, мы не будем. Да. Поэтому реально это тысяча дней. Но мы с вами значительную часть этого дела прошли. Сейчас у нас задача инженерных сетей. И вот в кадрах вы видели, что... И фотографии в чате вы видели. Горы земли были сейчас. Эти горы куда-то деваются. Тут траншеи закапаются, копаются. Но можно сказать, что основные работы по прокладке по территории основных инженерных сетей, самых глубоких, выполнены. И сейчас вот вдоль здания, с правой стороны идет, копается траншейка. Это идет прокладка хозяйственно-пытовой канализации. От общего контура подключения. Точки подключения уже на действующей хозяйственно-пытовой канализации Технополиса Москва. Точки подключения. Поэтому надеюсь, что на той неделе первое подключение состоится. Ну, соответственно, можно будет убрать, сделать санузлы временно оборудовать внутриверенными унитазами, там, воду временно подвезти для того, чтобы можно было убрать вагончик. Потому что все вагончики с площадки будут убираться. сейчас даже штаб перенесен, вагончик будет убираться. И вот ребята, бригада предприятия прибыла, которая занимается благоустройством, им тоже выделен кабинет уже вне вагончика, вагончика не будет. Поэтому территория будет освобождаться. Чем это связано? Ну, просто у нас начинается благоустройство, так, частично мы начинаем делать благоустройство. Потому что весь объем сделать мы сразу не можем, потому что видоса работает. Но там, где можем, мы начнем выводить на отметку. Все это дело, да, убирать. Ну, где можем, будем готовить корыто под асфальт, а там же геотекстиль, песок, щебень, все это готовится. Бордюрные камни, выводить на отметку люки, потому что там видели, сколько люков по территории несчетное количество, хотя еще колец очень много. Это связано с глубинами заложения коммуникации. Ну, и в последнюю очередь, перед тем, как будет укладываться асфальт, будут выполнены инженерные сети мелкого заложения. Это высоковольные кабели, это телеметрия, освещение, видеонаблюдение, телефония, ну, все эти будут укладываться, и, в принципе, еще у нас одна серьезная коммуникация будет лежать, но она очень короткая, это от климатических установок до здания, от теплоотменников, колориферов. Так что, мы с вами должны в первую очередь выполнить вот эти работы, масштабные. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok